Больше 22 тысяч детей в этом году отдохнут в оздоровительных, спортивных и школьных лагерях Самары. Уже в начале июня учреждения откроют свои двери на первую летнюю смену. Только школьных лагерей в этом сезоне будет более 180. Они примут 15 тысяч человек, больше половины из которых будут оставаться на полный день. Для детей организуют трехразовое питание. Представители профильных департаментов отметили, что вся инфраструктура уже подготовлена. В некоторых лагерях после проверок условия удалось значительно улучшить. Так, в Волжском Артеке, например, установили новые умывальники, полностью отремонтировали санузлы, уличную эстраду и ряд спорт-объектов. Члены межведомственной комиссии осматривали территорию лагерей, домики, столовые, хозяйственные постройки, проверили условия, которые позволят детям и сотрудникам соблюдать санитарные правила. В ходе проверок основное внимание было уделено вопросам обеспечения безопасности детей противопожарной и противоэпидемиологической обстановки. Обсудили на совещании и организацию досуга детей в летний период. Представители профильного департамента отметили, что большое внимание уделено акциям, событиям и праздникам, которые будут проводить на свежем воздухе, чтобы у ребят была возможность больше гулять. Организовали разные мастер-классы, выставки, квесты, лекции, патриотические акции и другие активности. А подросткам, которые пожелают провести время с пользой, дадут возможность подработать. Больше трех тысяч школьников в возрасте от 14 до 17 лет смогут трудоустроиться в муниципальные учреждения, на промышленные предприятия и в общественные организации. Больше 400 человек уже заключили трудовые договоры и выйдут на работу с 1 июня. В столице региона трудоустройством несовершеннолетних занимается специально созданный городскими властями молодежный центр Самарский. Здесь аккумулируют список работодателей, готовых предоставить рабочие места подросткам. Перечень документов, да, на сегодняшний день пока он не изменил свою структуру, но хочу обратить внимание, что по пяти позициям, как то справка об отсутствии и наличии судимости, индивидуальный номер налогоплательщика, согласие родителей, ИНН и банковская карта платежной системы, сотрудники нашего центра оказывают всемирную поддержку. Многие из них можно оформить на месте при трудоустройстве. Затронули нас совещание в администрации и тему муралов. Произведения современного искусства все чаще появляются на фасадах зданий Самары. Руководитель управления главного архитектора Игорь Галахов предложил ввести критерии, которым должны будут соответствовать новые арт-объекты. Был приведен анализ для выявления тех критериев, которые должны лечь в основу определения правильности размещения подобного вида изобразительного искусства на территории города, для того, чтобы правильным образом сориентировать инициаторов подобных изображений при выборе градостроительной ситуации и объектов, на которые они предлагают разместить очередные муралы. Специальные параметры коснутся концепции, формата и места нанесения изображения. Одновременно с этим предложили наделить авторов новых муралов полномочиями по уходу за изображениями. Не исключено, что в будущем, в течение пяти лет после нанесения рисунков, ответственность за них будут нести сами художники или организации, по чьей инициативе здание или пространство было украшено. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов, События.